Наука и технологии. На телерадиоканале Страна.ФМ. Дорогие друзья, всем еще раз добрый день. Лиза Калинина в студии. Наука и технологии – наша программа. И уже наш друг у нас в студии. Друзья, хочу вас познакомить, кто не знает, и напомнить. Учредитель Международной Академии Face Fitness, автор методика «Умный Face Fitness» и «I Love Face Fitness». Эксперт по естественным способам сохранения молодости лица Алена Рассашинская. Алена, привет. 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 Снова здравствуйте. Очень рада. Да, взаимно. Алена, что у тебя на лбу? Сразу вопрос. Нас можно не только смотреть, надо не только слушать, надо и смотреть. У меня на лбу патчи от морщин. Патчи от морщин. Это мега штука. И тем девчонкам, кто не хочет делать уколы, которые обездвиживают лоб, я очень рекомендую клеить эти патчи на ночь. Поверьте, вы потом полдня как минимум не сможете морщить ваш лоб. А, то есть как будто у тебя там что-то, как будто ботокс. А, и я даже забываю иногда их снимать утром. И вот сегодня, например, приехала неумышленно в них, а потому что я только вспомнила, когда увидела себя в гримёрке. И подумала, что это же прикольно, можно как раз рассказать об этом людям. Я решила поделиться этими знаниями миром. Девчонки, это очень крутая штука. Рекомендую. Я тебе тоже принесла немножко. Ой, спасибо. Отсыпкла. Отсыплю. Отсыплю, да. То есть это такая штучка, которая клеится как будто двухсторонний скотч. Да, это такая бумажка. Вот я сейчас её аккуратно с себя сниму. Я говорю, у меня напоминает скотч двусторонний такой. Это такая вот четвёртая бумажка, на самом деле. Она смазана специальным клеем, который застывает у тебя на лбу, и ты просто механически не можешь морщиться. Особенно актуально ночью. Лишь бровку заклеил, например, утром проснулся с гладеньким лбом. Вот сейчас я попытаюсь даже поморщить свой лоб. Ну да, морщин никаких нет. Он у меня такой, он не хочет морщиться. Как будто ботокс. Ну нет, естественный ботокс. Алена, смотри, вот мы сегодня хотели с тобой поговорить на такую тему. Ты уже нам приходила, рассказывала про фейс-фитнес, что это такие упражнения, кто не знает, ну, я так в двух словах расскажу. Которая такая гимнастика для лица, которая помогает быть молодым, красивым, здоровым, с прекрасным, естественным лицом. Но мы как-то мало говорили про твоё отношение к косметологии современной. И вот мне бы хотелось задать несколько вопросов. Вот, в принципе, ты против уколов, мы это знаем. Я бы сказала так. Но ты не за. Для себя не выбираешь. Для себя точно против, для себя точно против, а всем остальным людям я предоставляю право выбора. Да, то есть вся твоя методика, это естественная такая гимнастика для лица, чтобы быть молодым, красивым. Вот смотри, ну а в принципе, в принципе, вот ты же изучала этот вопрос. Уколы, пластика лица, насколько она, ну, небезопасна, так скажем. Скользкий вопрос. Ну да, тут просто твоё мнение интересное. Хорошо, я выскажу своё мнение по этому поводу. Я посещаю международные конгрессы по эстетической и антивозрастной медицине. И, конечно, я в курсе всех последних новинок. Медицина, косметология не стоят на месте, развиваются. И мне, конечно же, очень важно быть в курсе всех последних событий. И, безусловно, любое инвазивное вмешательство в организм всегда несёт за собой риск. Всегда. Никогда, сто процентов, никто, ни один адекватный доктор не даст гарантию, что всё пройдёт хорошо. Всегда это игра в некую рулетку. Но, слава богу, всё это давно изучено, есть способы, как восстановиться. Время должно пройти, конечно. Если там, например, неудачная инъекция бутылотоксина случилась и обвисли брови, упал лоб на глаза, есть специальные методы коррекции, которые помогут вернуть лоб на место. Если это, например, гиперкоррекция филлерами, то, конечно же, тоже нужно либо специальное лечение специальными препаратами, которые убирают эту гиперкоррекцию, либо, конечно, время, когда... В общем, всё имеет последствия свои. Конечно. Но оно может быть и прекрасно сделано, мы никогда и не догадаемся. Но всё равно это как некая игра в рулетку. Как любая инъекция. Даже если тебе ставят укол обычный лечебный в вену, да, и вдруг случилась какая-то вот история, тоже можешь умереть от обычного укола. Знаете, как мой папа, хирург, между прочим, говорит, что, Лиза, уже на Западе любой укол считается мини-операцией, а я против ненужного оперативного вмешательства. Это выговорит человек, который режет. 5-2. Ну, серьёзно, получается, как мини-операция всегда. Ну, конечно, это любой прокол. Конечно, да. Друзья, мы продолжим. Я в свою очередь напомню, можно писать нам 909-928-189-9, в WhatsApp, Viber, SMS, задавать вопросы. И группа ВКонтакте, страна.фм, Инстаграм, страна.фм, подписывайтесь. В общем, скоро вернёмся. Наука и технологии. У нас сегодня эксперт в сфере красоты, Алёна Рассашинская, фейс-фитнес, наш гуру. Алёна, ну смотри, мы продолжаем говорить про твоё мнение к косметологическим, так скажем, всяким воздействиям, да, процедурам. Тем не менее, многие врачи, косметологи, дерматологи говорят, вот надо кожу увлажнять, и лучше это делать, там, вот этими мезотерапией и так далее, там, в зависимости от возраста, что иначе никак ты кожу нижней, вот эти вот глубокие слои эпидермиса, ты не увлажнишь. Вот так ли это? Что ты по этому поводу скажешь, ответишь? Я скажу своё субъективное мнение, поскольку я общаюсь очень много с женщинами, и через мои руки и глаза проходят очень много женщин с разными историями, в том числе, кто пробовал и кто не пробовал, и по наблюдениям я не видела большой разницы. То есть, правда, объективно я не видела какой-то там радикальной разницы по уровню увлажнённости, связанной именно с инвазивными вмешательствами. На уколы, да. Возможно, это у кого-то другое мнение на этот счёт, но я этого не вижу. Ну, плюс я против, искренне внутри себя, против любых вмешательств, поэтому я предпочитаю увлажнять свою кожу правильным питанием, сбалансированным водой, пить чистую воду и пользоваться хорошей уходовой косметикой. И это, в принципе, достаточно? Лично из моих наблюдений я обладательница гиперсухой кожи, для меня этого достаточно. Вот тебе, пожалуйста. И плюс фейс-фитнес, когда ты делаешь фейс-фитнес и вакуумную гимнастику. Вакуумная гимнастика – это же вообще просто нереальная штуковина, потому что ты работаешь вакуумной банкой, делаешь вакуумную терапию, работаешь не только с кожей мышцами, но с лимфатической системой. Ты делаешь этот моментальный лифтинг, ты работаешь с капиллярной системой. Это же прекрасная тренировка. Все девчонки, кто прошел вакуумную гимнастику банками и регулярно один-два раза в неделю практикуют, большинство отказывается от тонального средства. Это уже о чем-то говорит, потому что красивый цвет лица. Смотри, а вот если все-таки мы сторонники фейс-фитнеса, допустим, твои последователи, вот что им все равно нужно делать? То есть, в принципе, только уход, и здесь косметолог нужен, ну, как вот человек, который будет тебе подбирать косметику, делать маски, в общем-то и все. Чистки, возможно, пилинги. Сейчас вот зимний период, и, конечно, в условиях зимы можно делать пилинги. Это очень неплохо. Хотя лично я, клянусь, я 10 лет не делала пилингов, и вроде как ничего, жива, здорово. И все хорошо. Ну, просто, да, тут, в принципе, косметологии фейс-фитнеса, они могут существовать вместе, но косметология имеется в виду такой именно, ну, уход. Конечно, можно и нужно, например, если у девушки акне, да, или проблемная кожа, конечно, ей требуется помощь квалифицированного доктора-косметолога, который поможет вылечить проблемы, да, ну, может быть, еще эндокринолог нужен, чтобы гормоны проверить. Конечно же, я обожаю любые косметические массажи для лица. Есть такие золотые руки у косметологов, что это же просто соединение энергии, ты расслабляешься, массаж расслабляет мышцы, дренажит, это замечательно. Вот. Кстати, очень хорошо показывает результат плазмотерапия. Это что такое? Это очищенная, это кровь, да, берется кровь, специальным образом обрабатывается и вводится маленькими инъекциями в кожу. А, ну, все-таки инъекциями. Да, но это показывает хорошие результаты, я видела прекрасные случаи, когда пост-акне хорошо уходила, и вообще, ну, все-таки это своя кровь. Но все-таки это укол. Ну, это укол, да, это укол. Да, это надо понимать. Это укол. То есть это все равно не твой путь. Ну, это не мой, однозначно. Я такой хардкор, фейс-фитнес, банки. Но, тем не менее, ничего, никаких оперативных вмешательств. Друзья, музыкальная пауза, мы скоро к вам вернемся, скоро продолжим. Наука и технологии. Мы в студии Страны ФМ. Друзья, у нас в гостях сегодня Алена Рассашинская. Мы говорим про фейс-фитнес, в частности. Мы в прошлой программе тоже говорили о том, что фейс-фитнес... Фейс-фитнес, у тебя есть, вернее, такие пациентки, клиентки, как правильно назвать? Ученицы. Ученицы. Которым очень даже за. То есть люди начинают не с молодых лет, а с 60 и так далее. Есть поразительные результаты. Вообще, в принципе, если мы говорим о том, что девушка, женщина, девочка должна задумываться о своем лице на перспективу, ну, чтобы уже сейчас там заложить какую-то инвестицию, сделать, да, в свое лицо, вот когда ты советуешь вообще этим заморочиться всем делом и фейс-фитнесом, и косметологией, и так далее? Я бы, конечно, хотела, чтобы... Прошу прощения. Да-да, все хорошо. Чтобы девочек начали со школьного возраста хотя бы учить следить за своей осанкой, за привычками, мимическими привычками, привычками, как ты сидишь, как ты ходишь, что у тебя на лице происходит, это вообще поможет очень многие вещи предотвратить. Если у девочки, подростка есть привычка хмурить межбровку, да, Мама может объяснить ей, к чему это приведет, приклеить патч, научить, сделать упражнения на расслабление межбровной зоны. Кстати, давай мы сейчас их сделаем. Давайте, конечно. У меня есть очень крутое упражнение, оно очень легкое. Значит так, ставим пальцы на межбровку. Да-да-да, ставим пальцы на межбровку. И начинаем трясти, потряхивать, как холодец, нашу кожу на межбровке в течение одной минуты. Сейчас попробую, что произойдет. Если нас кто-то смотрит и слушает, попробуйте это сделать. Вот вы сейчас в машине едете и просто положите три пальца между бровей и трясите бровь. И трясите межбровку. В течение одной минуты. Расслабляем. Да, мы ее расслабляем, она трясется. Да, я зацекла. Она трясется. Мы что делаем вот сейчас? Какие у нас вообще происходят события на лице? Вот я хочу, чтобы ты почувствовала. Мне очень интересно будет. Стоп. А теперь попытайся нахмуриться. Тяжело. Не могу. Кого-то я моргаю. Серьезно, слушайте. Наступила. Я клянусь, вот я не могу. Наступила некая заморозка. То есть мы подаем некие расслабляющие импульсы мышцы, сморхивающие брови. Получаем, ничего не делая, эффект того, что ты не хочешь хмурить брови. Это прикол. То есть вот это мы уже можем девчонкам, подросткам говорить. Конечно, конечно. Если ребенка или подростка, или девушку научить следить за своей осанкой. Ты же видела, что сейчас делается с этими телефонами? Да, вот так все. Вот. Вот они, ваши тройные подбородки и брыльки. Они уже в 20 лет начинают отвисать только из-за того, что вы сидите в телефоне. И, кстати, еще приобретайте синдром текстинг-нек. Так, да, текстовая шея, это уже проблема неврологов, поколения. Да, приучите держать телефон возле глаз. Это просто, эффективно. И уже подбородок автоматически у вас подтянется наверх. Работает. Слушай, ну а вообще, вот если уже есть какие-то проблемы, скажем так, их 100% вылечить, убрать можно? Или это все-таки какое-то улучшение? Ну это индивидуально. Ну если к тебе уже готовый проект приходит с тройным подбородком, с этой шеей. Ну вот такой у него был 60 лет образ жизни. Слушай, я же тебе показывала фотографии наших учениц, которые показывают крутые результаты. Очень много чего можно улучшить. Вот, например, морщина на лбу и переносица. Если реально заниматься регулярно и об этом думать, и быть осознанной, 3-4 месяца тебе становится реально некомфортно морщить лоб или переноситься. То есть ты это движение начинаешь чувствовать, и оно тебе неприятно, и ты перестаешь его делать. Смотри, а вот еще такая история. Когда человек, допустим, с лишним весом. Вот говорят, что там после какого-то возраста ты должен выбирать между лицом или фигурой. Вот есть такое утверждение, что типа полненькое, если лицо, оно как бы такое более свеженькое, но талия уже не осиная. Вот ты как считаешь, это противоречие, или это можно все нормально совмещать с возрастом? Конечно, можно. Ну, ты знаешь, когда человек суши, вроде как у него морщин должно быть больше. По-разному. Больше вроде как. Такие типологии и архитектуры рильц разные, что у всех все по-разному. Но я могу сказать следующее. Девчонки, особенно те, кто 30+, и вы решили вдруг сбросить вес, пожалуйста, не делайте это резко. Ага, все-таки. Потому что если вы резко сбрасываете вес, лицо будет выглядеть плохо. Оно будет выглядеть осунувшимся, оно будет выглядеть более старым. Ну, то есть какая-то истина в этом есть, да? Есть, есть, действительно. Лицо может просто обрушиться у каждого по-своему. И если вы решили сбрасывать вес, обязательно делайте фейс-фитнес. Это поможет удержать ваше лицо на месте. Вот просто это must-have, must-have. И у нас отличные случаи наблюдений, когда девчонки сбрасывают. В том числе и я. Слушай, я же в августе 11 килограмм сбросила за две недели. Две недели? Да. Вот тебе что-то говоришь, быстро не сбрасывать сама на две недели. У меня была такая странная ситуация. Я не планировала их сбрасывать. Просто я поехала на свои любимые чистки. И обычно я сбрасывала 4 килограмма за две недели. Тут получилось 11. Но это с чем было связано? Это было связано не с тем, что я через насилие решила это делать, а с тем, что я наконец-то дозрела, что нужно делать все через приятие. И когда я сделала через приятие и не насилие, у меня получился такой результат. Неожиданно для меня. Нам тоже сейчас нужно дозреть через приятие. Мы принимаем рекламную паузу и скоро продолжим. Наука и технологии. На телерадиоканале Страна.ФМ. Друзья, мы продолжаем. Вам сейчас нужно переходить к практике. У нас фейс-фитнес-упражнение. Алена Рассашинская в эфире надевает перчатки. Что-то, если говорить страшное, неприличное будет. Да, упражнение выглядит экзотически. Давай сначала предисловие. Что это вообще такое? Это упражнение, которое подтягивает всеми ненавистные брыльки и формирует нам красивые высокие скулы. А, то есть это вот девушки из клипов крутых у рэперов. Со скулами. А они, видимо, все делают эти упражнения. Мы сейчас проверим. Так. В какую камеру лучше смотреть? Я не знаю, вот, наверное, которая прямо, просто прямо смотри. Я буду озвучивать голосом. Короче, Алена надела перчатку, засунула палец в рот и втягивает щеки. Друзья, делайте приемники. Покруче, включайте сайт Страна.ФМ, телек, приложение Страна.ФМ. У нас интересно. А, ну то есть здесь идет упражнение именно как бы скулами. Я улыбаюсь. А, улыбаюсь. Я втянула щеки. У меня уже хорошо все мои брыльки прогорели, проработали. Я добавляю улыбку, у меня начинают подниматься скулы. То есть если вы хотите скулы, как у рэперских девушек, надо прям срочно делать упражнение. Как у Анжели-Наджели. То есть, ага, втягиваем. Слушай, да-да-да, мы поняли. Улыбка идет такая в скулы, как бы к глазам. А насколько усилия, ну, такие явные? Или это все? Ну, на самом деле, в фейс-фитнесе мы все делаем мягко, деликатно, нежно, безболево. Ну, просто кажется, что ты так достаточно... А у меня просто они так хорошо разработаны. То есть, в принципе, ты не сильно уж прям тягуешь. Никакого напряжения. Напряжение, безусловно, есть. Но если, например, сравнивать со спортом, то это сильно по-другому. Вот. И что я сейчас чувствую? Я чувствую, как у меня моя брылевая зона вся достаточно хорошо поработала. И я чувствую лифтинг. Сколько раз такое упражнение? Десять раз. А, ну, достаточно такое, активное. То есть, это один раз за день или можно в течение дня повторять, если нам нужно быстрые результаты? Это упражнение настолько мощное, что я его рекомендую выполнять два раза в неделю только. А, два раза в неделю. Слушай, а вот смотри, очень много... У нас классный вопрос пришел, друзья, вы тоже можете писать. 909-928-1-89-9. Написала нам Ира, она актриса. И вот говорит, что очень долго вот то, что мы сейчас делаем, многое она припоминает из театрального вуза. Ну, в общем, вопрос такой. И так ли это, вот эта вот гимнастика актерская, она полезна, не полезна, много ли там различий и так далее? Ну, ты знаешь, там эти вот актерские все разминки, да-да-да. Но они очень сильные, они там... Да, безусловно, да. Я придерживаюсь принципа крайне деликатного подхода к лицу. Но все-таки лицо – это такой важный орган, он у нас один, и с помощью лица мы обеспечиваем себя и людей коммуникацией. Ну, конечно. Его надо беречь, ходить или леять. Я против любых упражнений, которые выполняются с одновременным возникновением заломов, морщин и прочих неприятностей. А также я не приветствую упражнений, которые выполняются без зеркала, потому что ты себя не видишь и, в принципе, не можешь контролировать. Существуют более дружественные упражнения, более деликатные. И даже сейчас, когда я показывала неприличные упражнения, я везде фиксировала складки, чтобы, не дай бог, нигде у меня лишнего ничего не образовалось. Плюс я не приветствую упражнения на слишком сильное открытие рта, потому что считаю, это не совсем безопасно. А, ну да, в актерстве там, наоборот, освобождаешь челюсть. Да, ее надо делать потихонечку. К освобождению челюсти нужно подходить грамотно и обязательно с учителем, а не самостоятельно. Потому что один раз неверно открытая челюсть может закончиться прогулкой в травмопункт. Ну да, 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 не закроется потом. Да, такие случаи бывали. А на фейс-фитнесе тоже бывали? Нет, мы очень деликатно работаем, мы рот открываем максимум на 1-2 сантиметра, очень нежно расслабляя жевательные мышцы. И вообще в фейс-фитнесе все должно быть через удовольствие, через кайф и через приятные ощущения. То есть если ты утром встал и понимаешь, что тебе лень, лучше не делать? Или все-таки сделать немаленькое усилие? Ну хотя бы чуть-чуть сделать, но ты будешь выглядеть лучше, по крайней мере. Вот, например, умный массаж, помнишь, ты была на нем? Вот так вот как-то, да. Да-да-да, вы там что-то делаешь. Да-да-да, показывали нам в студии вот так еще, да. Были упражнения, помню, Рома тоже тренировался. Что-то делал. Да, и посмотри, а может быть мы сейчас тоже дадим какое-то еще упражнение? Вот это вот, что еще можно сделать? Вот сейчас люди нас смотрят, слушают перед Новым годом. Как-то улучшить свое состояние и сделать шажок к фейс-фитнесу. Да, я хотела бы заняться носом. Вообще нос это интересная, очень интересная зона. Например, может быть для вас это будет новая информация, но если у вас есть проблема с отечными веками, надо начинать с носа. Всегда. Ага, и вот сейчас как раз преддверие праздника. Конечно. Я думаю, что носы и глаза будут отекать у многих наших слушателей. По утрам. По утрам, да, это нормально. Я сейчас дам рецепт, как сделать так, чтобы было лучше. Так, пожалуйста. Итак, начнем двигать носом. Вот так зажимаем. Зажимаем. Киваем, киваем носом вниз. Пальцем создаем небольшое сопротивление, приподнимаем кончик и начинаем работать носом. Как поросенок, у нас год свиньи. Очень похоже. Итак, мы сделаем раз сто. А что еще надо вот так вот зафиксировать? Да, я немножечко расправляю носогубные складки и работаю носом. Дорогие радиослушатели, кто нас не видит, мы, в общем, как бы объяснить. Качаем нос. Качаем нос. Мы его втягиваем, а потом вот так еще приподнимаем пальцем. Работаем на сопротивление. Работаем на сопротивление. И разгладили носогубные складки. Да, следим только, чтобы у нас еще межбровка случайно вдруг не включилась. Сколько нужно тоже так делать? Мы уже, наверное, раз 60 сделали. Сделали. Да, и мы теперь можем заметить, что кончик носа у нас немного приподнялся. Приподнялся. А вообще получается так, если длительно работать, так можно вообще заточить все свои части тела. За счет чего это происходит? Что это жир приподнимается? Как вот физиологи работают? Худеет лицо? А, нет, оно не худеет. Ну что с ним происходит? Почему оно так? Оман начинает быть гармоничным. Вот смотри, что такое наше лицо? Что такое наши мимические мышцы? Это средство передачи коммуникации, правильно? Да, да. Благодаря движениям этих мышц мы можем общаться с людьми. Фейс-фитнес делает наше лицо более гармоничным. Мы мышцы, которые ответственны за негативное состояние, неприятное выражение лица, стараемся всячески расслабить, успокоить, утихомирить. А те мышцы, которые ответственны за позитивное состояние, радостное настроение, красивое, молодое выражение лица, мы, наоборот, пытаемся всячески разогреть и заставить работать. Таким образом лицо становится более гармоничным. Это с точки зрения психологии восприятия. Если говорить с точки зрения всяческих физических вещей, то, конечно, мы убираем отек, который нас никогда не молодит. Мышцы поднимаются на место, они находятся в правильном балансе. Некоторые мышцы можно укрепить таким образом, что ты какое-то время не можешь сокращать мимические мышцы. Если мы говорим о босанке, естественно, спинка выравнивается, шейка становится красивой. Баланс. А такое ощущение, что лицо как будто стройнеет, худеет. Или это не так? Оно становится... Смотри, с возрастом что у нас происходит? Ну да, как-то сильно. А мы его назад. Отекает. То есть, в принципе, всё остаётся своим же составом, да? Ничего не убирается, не худеет. Нет. Просто что же физическое упражнение, я думаю, может, как тренажер? Смотри, ну, согласно законам физиологии, локальное похудение невозможно. То есть, похудение, если человек худеет полностью, то он худеет в целом. Смотри, вот сейчас тоже очень много всяких препаратов. Ну, как бы витамины, препараты, БАДы, и там, что типа для цвета лица, что-то ещё. Всё. Это правда или это тоже как-то работает всё в комплексе? Я думаю, что это, конечно же, в комплексе. Плюс я ещё сторонник того, прежде чем принимать любые БАДы, будьте любезны, сходите к доктору, сдайте анализы, посмотрите, что действительно вам необходимо. И не занимайтесь назначением себе препаратов, потому что кто-то сказал, что это классно. Ну, понятно. Друзья, у нас фабрика сейчас поёт «Могла, как могла». Так мы её тоже работаем. Скоро вернёмся. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Друзья, заключительный выход у нас фейс-фитнес на кону обсуждения. Алёна Рассашинская, эксперт в этой области. Алёна, ну смотри, впереди новогодние праздники. Остаётся сколько там? Меньше двух недель. Что-то возможно изменить к лучшему? Можно изменить всё. Во-первых, уже можно приподнять нос и знать, что в новогоднее утро ты можешь избавиться очень быстро от отёков и круг глаз, расслабить вниз бровку. Конечно, и расслабить лоб, да. Ну, я хочу показать моё любимое упражнение. Всегда рекомендую его делать. Не зная, что сделать, сделаю улыбку солнцу. Так. Растираем руки. Руки должны быть чистенькие. Да. Начинаем очень нежно, кожу не тянем, рисовать улыбку от центра губ к вискам. Если вы это сделаете... Как будто гладим себя. Да. Хотя бы 20, 30, 40, а лучше 100 раз, у вас очень изменится настроение. Вы начнёте улыбаться сам собой. Ага. Слушай, ну мы же уже об этом говорили, что фейс-фитнес ещё как, ну такая психологическая, что ли, практика телесно-ориентированная, да? То есть у людей фактически меняется настроение, как минимум, да? Да, верно. Потому что задействуются мышцы лица, и вот как раз эти позитивные, даже из НЛП, по-моему, упражнения, когда ты злишься, надо сделать 100 улыбок, по-моему. Да, во многих практиках. А тело как бы к психике. Абсолютно верно. А что, мозг же, он просто устроен, как компьютер. Если ты стимулируешь мышцы, которые ответственны за хорошее настроение, а это у нас что, улыбка? Да. Если ты их стимулируешь, заставляешь их работать, мозг получает сигнал, раз у неё эти мышцы работают, так давай-ка мы улучшим ей настроение. Или ему. Или ему, да, мы уже говорили, что мужчинам тоже можно фейс-фитнес рекомендовать. То есть получается, чтобы улучшить настроение, вот при новогоднем у нас программа, либо 100 улыбок, да? Либо... Расслабить межбровку. Расслабить межбровку. Что ещё позволяет улучшить настроение? Нос. Нос. И осанка, да? Конечно, осанка. Позиция победителя. Да. Женщина с красивой осанкой, с развернутыми плечами, она всегда визуально выглядит моложе. Всегда. Так работает психология восприятия. Смотри, а вот ещё, когда на всяких праздниках на корпоративах девушки приходят и садятся вот так нога на ногу, это полезно вообще или нет? Да, это очень вредно. Вот так. Ну просто, если мы хотим быть красивыми, то лучше красивыми и здоровыми, чем... Да, вот смотри, вот эта привычка сидеть на ногу приводит к очень неприятным последствиям. А, это всегда будет вызывать асимметрию на вашем лице. А, да? Да. Б, ну смотри, вот сядь сама, попытайся выпримить спину с такой, со скрещенными ногами. Типа как минимум тяжело, и будешь чувствовать разные натяжения. Плюс у тебя тут пережимаются венные сосуды. Это прямой путь, кстати, к целлюлитам. Ага, то есть сидим с ровными ножками. И скрюченный позвоночник, особенно в поясничной части, это привет, больная поясница. То есть ничего хорошего. Сидим с ровными ногами. С ровными ногами. С прямой осанкой делаем 100 улыбок. Алена, слушай, ну спасибо тебе огромное. Мы желаем, чтобы все у тебя шло в горы, твое естественное оздоровление, потому что это, ну, очень хороший такой путь. Слушай, ну вот момент такой, вот еще. Ты говорила, раскроем секрет, что некоторые девчонки, которые начинают заниматься фейс-фитнесом, улучшают свою и личную жизнь, в частности. То есть перед Новым годом можно заказать себе такого желания классного мужа и начать заняться фейс-фитнесом. Почему так происходит? Потому что девушки меняют выражение лица из вечно недовольного или ищущего на приветливое, открытое, доброжелательное и веселое. Вот и все. И у них все меняется. Это круто. То есть ты изменила выражение лица, убрала привычку стискивать губы в недовольной гримасе или сжимать зубы, которые делают тебя похожи на мужика. Ты начинаешь выглядеть по-другому, и, соответственно, реальность у тебя тоже другая. Слушай, а как это работает? Получается, что мужчина считывает какой-то сигнал из серии, что она нормальная, к ней можно подойти, или как это происходит? Ну смотри, давай представим любую... Не всегда же красивая, вот говорят же, холодная красавица, не всегда красивым, супер, могут подойти, бояться. Конечно, в этом тоже играет большую роль выражение лица. Представляешь, такая вся красивая девушка-звезда, и она такая сидит... Недоступная. А, ты все голки губ опустила. Она зажала свои губы. Какое выражение лица сразу? Оно говорит, отвали. Ну и, соответственно, все потенциальные женихи идут по указанному адресу. Понятно. Вот и все. А если, соответственно, ты улыбаешься, мужчине проще? Ну, это любому человеку проще коммуницировать. Знаешь, вот ты приходишь куда-нибудь, не знаю, в общественное место, если тебя встречают с улыбкой, ты реагируешь улыбкой, у тебя хорошее настроение. Представляешь, ты приходишь в ресторан, а тебя встречают недовольным лицом. Какая у тебя будет реакция? Развернуться и уйти. Ты считываешь это, да. Да. Фейс-фитнес учит вас менять выражение лица. Мы, безусловно, имеем право на любые эмоции. Я не говорю, что вы должны как клоуны скакать вечно радостно. Да, и все время с улыбок делать. Да, и все время с улыбок делать. Нет, это неправда. Все должно быть в балансе. Мы можем плакать, злиться, раздражаться, испытывать любые эмоции. Это нормально. Но мы можем всегда сделать так, чтобы эта недовольная физиономия не прирастала к вашему лицу. Вот и все. Понятно. Смотри, просто в начале программы я упустила вопрос. Когда мы говорили про косметологию и фейс-фитнес, мы говорили про некоторые уколы, поняли твое отношение. Но если человек так или иначе хочет чередовать, может быть, хочет выбрать для себя какой-то путь, ему надо попробовать. Вот он делает эти уколы красоты. Что ему скажет фейс-фитнес? Когда можно этим заниматься? Насколько это возможно, совмещение? Да, это возможно. Но нужно выждать некий реабилитационный период. Если, например, это были инъекции бутылотоксина в верхнюю треть лица, то заниматься фейс-фитнесом через 2,5-3 недели можно на нижнюю треть лица. Шею, подбородок, осанку. И как только действие бутылотоксина будет вас покидать, это примерно 2,5-3 месяца. Бутылотоксин тогда лоб смысл? Да, лоб, межбровку, гусиные лапки. Вы можете уже добавлять упражнения туда. Я очень рекомендую делать фейс-фитнесы банки тем девчонкам, у кого уже стоит ботокс, потому что ботокс очень часто вызывает отечность век. И с помощью фейс-фитнеса вы можете это корректировать. Это будет очень круто. Если это инъекции, филлеры, то когда вы поставили филлеры, не ранее, чем через 4 месяца, потому что филлер должен встать, это всё-таки травматизация. Это такая операция. Да, это вмешательство такое. Если это мезотерапия, биоритализация, то после того, как у вас пройдут папулы, это примерно полторы недели. Такие синячки. То есть синячки такие, такие папулки, да, такие, которые мне напоминают лягушачью кожу. Как только это всё проходит, вы можете спокойно заниматься фейс-фитнесом. Если это нитя, полгода. Да. Если это пластическая операция, где-то тоже через 8-12 месяцев после консультации с вашей инфекцией. Слушай, ну всё, мне кажется, мы получили полную картину на этот год. Алёна, спасибо тебе огромное, было очень интересно. Мы тебе желаем счастья тоже в новом году и побольше полезных, здоровых клиентов, чтобы всё было хорошо. Класс, спасибо. Спасибо тебе большое. Всё, до встречи, пока. До встречи, пока.